я всех приветствую на своем канале вот наступила у нас весна время работ на садоводческих участках но естественно что сегодня мы будем делать это приобрели вот такую вот побелку садовая побелка солнцезащит фирма я что в ней написано если будет видно можете это дело все почитать для защиты штамба часть из волна корневой шейки и 1 скелетной ветви кроны скелетных ветвей плодовых и декоративных деревьев обрабатывается ранее весной два раза в год и после опадания листвы осенью такую поделку я не брал это первый раз наша по составу мел связующие и антисептик но прошлые годы я берил все время гашуной известью плюс красная глина что и сейчас будем использовать красная глина засыпанная пол ведерка глины будем засыпать побелку доводить до нужной консистенции разбавляя водой и потом это все дело белить для чего нужна глина глина задерживая за заделывает после зимы трещинки забивает и при выпадании осадков виде дождя она в принципе на деревьях не смывается довольно таки долго по прошлому году обрабатывал белил деревья и только весной на на осень не белил сейчас могу продемонстрировать это на отдельных деревьях как сохранилась побелка прошлого года вот на примере прошлого года то есть прошел год и как вы можете видеть побелка до сих пор сохранилась и присутствует на дереве вот такое вот уже не в том количестве которым было но защищает наше дерево от всяких болячек болезни и после побелки этим раствором но это я видел известь и глина ствол очищается вот как можете ли созреть побелен до сих пор дальше где не побелено присутствует на расти мха и соответственно древесина видите какая наличие мха если пробелить это все дело все это дело очищается кора становится чистой например яблони вот как вот и весь ствол для производилась побелка он принципе чистенький вот до сих пор белилась дальше побелки не было вот мог лишайник присутствует на коре вот готова смесь получается вот такая вот консистенция кофе с молоком или если посмотреть цвет детской неожиданности вот этим вот раствором мы будем белить наш сад вот принципе еще немножко помешать до однородной массы и будут наши деревья красивенькие и защищенные благодаря глине побелочный состав становится вязким и липучим но периодически при побелке нужно помешивать потому что оседает на дно немножко сболтали и продолжаем опять белить обыкновенной кисточкой широкой вот таким вот образом проходим побелкой все участки древесины стволовые ветви которые нам надо побелить качестве природного антихептика который можно добавлять поделочный состав является свежий навоз коровяка определенное количество добавляется на ведро воды тем самым получает дерево не только природный антисептик но и питание для нашего дерева ну вот таким вот образом благодаря глине вязкому или пустому составу она меньше подвержена смывание дождем и соответственно в осенний период морозом все друзья кому-то полезная информация поднимаем пальцы вверх оставляем свои комментарии кто не подписан подписываемся на канал всем добра и удачи всем пока